Здоровый образ жизни, рецепты бодрости, отличного самочувствия, личный опыт и толковые советы. Все это в программе «Будьте здоровы». Вас приветствует Татьяна Ситникова и вместе со мной большие мастера своего дела. Тренер состояния Олег Коев. Олег, здравствуйте. Здравия вам всем. Еще один мастер, банный мастер Илья Ливанов. Здравствуй, Илья. Я сразу хочу сказать, что гости у нас не впервой, что называется, были уже в гостях. И наша предыдущая встреча, когда мы окнулись в эту тему с головой и получили массу звонков и, в общем-то, интересных предложений, была посвящена Шиховскому банно-здоровительному комплексу, который еще заявлял о себе, ждал первых гостей, ну, претендовал на такую мощную струю в теме вятской здравницы. Все верно, да? Я так ничего не ошиблась. И сегодня мы договорились в продолжение. Какие они первые дни, какой отклик. Ну, я уже, кстати, заглянула в интернет, отклики неплохие. Я могу прочитать, но все-таки давайте от тех, кто там хозяйничает и держит, называется, в боже, ну, в хорошем смысле слова, в своих руках. Значит, площадка уже вовсю функционирует. Банная здравая проводится. И хотелось бы отметить, что данная площадка функционирует именно в рамках, в партнерстве с нашей ассоциацией здоровых и успешных людей, которые мы сейчас активно развиваем. Это генеральная идея, да? Ну, это, скажем так, да, партнерский проект, и наша задача приобщать людей к культуре, к банной культуре. Так что вот все, скажем так, акценты мы расставляем, да, и создаем определенные события, которые будут интересны для многих людей. Вы ждали таких VIP-гостей, что-нибудь получилось? Заглянули в гости? Ну, заглянули, мы не всех можем освещать, кто был в нашей комплексе, да. Но они опробовали, впечатление нормальное? Да, впечатление очень хорошее. Ну, кстати, вот первые отклики, у вас страничка есть ВКонтакте, очень интересная, кстати, туда отсылаем, да, рекомендуем, там полная информация. Первые отзывы, отличная баня, две парилки, супер, профессиональный парильщик, отменный пар на фелье. Тебе, наверное, комплименты, я так понимаю, да? Так, отличная баня, чистота, порядок, ходим всей семьей. Ну, вот это коротенько, вот так я то, что взяла, отзывы у людей очень хорошие. Ну, да, кстати, акцент хотим поставить, что это именно формат семейного центра, да, когда люди всей семьей могут приезжать в баню, да, и, ну, с семьями, друзьями, да, и именно приобщаться вот к этой банной культуре. Ну, это мы так, первые эмоции, что называется, с первым паром, да. Но ведь все-таки мы, когда делали презентацию Шиховского бана-здоровительного комплекса, мы говорили, что у нас задача-то масштабнее, что здесь будут проводиться мастер-классы, будут интересные гости, будут объединяться какие-то такие люди, которые, ну, в хорошем смысле слова, поддерживают, да, помешаны на здоровом образе жизни. Что в этом плане? Ожидается какие-то приятные новости? Все верно. Мы пригласили на 21-22 ноября известного банщика уже в России Ивана Бояринцева, этот президент Мерчевского партнерства Банный Союз, специалист по прикладной психологии. Банный? Ну, это же как-то твой учитель, я насколько-то понимаю, с первой встречи. Да, это мой мастер, мой учитель, у которого я принимал знания, опыт, как можно сказать, первые приобрел. А почему вот он вот, чем он интересен, этот человек? Ну, Бояринца фамилия красивая, Бояринец. Ну, нет, против фамилии я не возражаю, а ближе к бане, что называется? Ближе к бане, но этот человек как бы собирает традиции в Руси и передает их именно в мастер-классах, возрождает культуру наших прадедов, прадедушек и в ту же очередь банную культуру. Ну, вот чем интересны его уроки? Его уроки проходят в игровой такой форме. Там я видела, кстати, в русских рубахах, там что-то такое, да, вот это? Это вы видели, наверное, как раз чемпионат, который проходил у нас на Урале. Ну, на страничках ВКонтакте же, вот, ссылаем туда. Да, проходил чемпионат, в 2013 году я тоже принимал участие, когда вот только познакомился с банным мастерством, занял четвертое место среди 22 участников. Ну, это российский уровень, может быть. Ну, как бы это был открытый чемпионат, в этом году у нас проводили тоже чемпионат, тоже на Урале открытый чемпионат, приехали из Казани, ну, отовсюду, из Казахстана даже был гость, занял третье место. В этом году у меня получилось занять второе место. Очень хорошо. Прогресс, что будет дальше, да? Да, да, да. А что там оценивается? Оценивается. По отзывам или какие-то критерии другие? Все оценивается полностью, то есть от подготовки парной до подготовки венечков, вот видите, я сегодня принес венечки, как раз. У нас слушатели не видят, но мы распахнем, да. Запах омадья. Вкусно. Дубовые, дубовые венечки. Как вы видите, их цвет зеленый. Пошелестеть. Да, да. Когда вы где ощутили, что все это так. Вот, кстати, вот я тоже заготавливаю венки, у меня такие зеленые красивые не получаются, немножко желтеют. Секрет есть? Да, секрет у нас... Желтеет, может быть, поздно, ближе к осенью. Но пораньше было. Вот он, тренинг в состоянии, как всегда в точку попал. Он смешил откровенно. Есть себя, да? Эффект такой достигается, да, эффект такой достигается при особой технике сбора венников и при особой температуре хранения его, этого веника. Вот, и как вы видите, веник живой, зеленый, то есть в парилку... Ну, может, секрет раскроешь еще. А, заморозка, нет. А, заморозка, нет. Да, есть даже технология такая, секретная. Это он выдал секрет, еще грозим сейчас, да, вот, грозим. Не будем все рассказывать. Все, не будем все рассказывать, как можно зимой. А, кстати, в Шиховском комплексе, там можно вот это вот... Не обязательно со своим веником приезжать, можно все приобрести, насколько понимаю. Да, все, конечно, у нас все банные принадлежности, так сказать, они у нас присутствуют, и можно за определенную... Видите, веник, сколько у нас его вызвал вопросов и оптимизма. Веник, да. Кстати, можно вот... Веник не так прост, но еще сам по себе. То есть, веник нужно еще уметь правильно запарить. Вот многие, так сказать, любители, которые ходят в баню и обращаются к банному мастеру, то есть ко мне, за просьбой их попарить, в первую очередь задают вопрос, как правильно запаривать или заваривать веник. Ну, стандартно кипятком, чем попарить, чем лучше. Кипятком, все заваривают его, как чай. То есть, заварили веник, кипяточки. Ну, все мы так думали раньше. На самом деле, слово запаривать веник, оно говорит само за себя. То есть, веник замачивается, да, для того, чтобы он ожил, напитывает туда воду в него. После чего он остается... Не обкис, потому что он обкиснет, и он сразу умрет, и не будет работать. Не будет делать именно ту функцию, которую... Заливаем кипятком, значит, мы убили веник. Да. Насмерть два раза. Заливаем тепленькой водичкой, и от слова запаривать веник, обдаем его паром. Обдаётся паром, он очень просто поддаётся на каменку водичкой, и веничек пропаривается. Над ним, да? Да. Над этим паром немножко пошелестели веник. Всё верно. Над этим паром пошелестели, он ожил. И полтон на человека, да, гоним пары. И так? Обыщенно. Там много, много всяких нюансов. Всё и не расскажешь, показывай. На мастер-классе обоевается. У школы про веники, и у меня сразу говорят, что у меня есть вопросы, поступили после первого эфира, вот задают вопросы, а чего зависит выбор веника, вот я не знаю, там, может быть, при каких-то болезнях рекомендуется, проблемах со здоровьем, в принципе, насколько я знаю, берёзовые, дубовые, пихтовые. Веники вообще бывают различные, бывают смородиновые веники, вишнёвые веники, каждый веник несёт свою энергетику в первую очередь, да? Вишнёвый веник как бы используется на любовных каких-то обрядах, да? То есть, девичник, мальчишник, да? Вишня для любви? Да, вишня как раз она любовная такая, ягода такая красная. Так, 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 дальше подробности. Берёзовый, дубовый веник, как бы у нас такие самые простые веники в обиходе, которые пользуются практически каждодневно, да? Ну, это самое распространённое. Хочется в плане, да. Так, а не к чему? Ну, как бы по энергетическим и по простым параметрам, да, берёза, она открывает поры, в первую очередь, когда я провожу программу, да, или обряд какой-нибудь, я прохожу берёзовым веником. Вот, прокрываю, он мягонький, удобненький, хороший, комфортный, он открывает в первую очередь поры человека. То есть, сначала берёзы? Да. Потом другой веник берём? После чего берём дубовый веник и проходим дубовым веником, напитываем дубильными веществами, которые в большом количестве содержатся в венике, чтобы кожа была такая красненькая, как загорела. Эффект сохранялся после бани на долгие недели и месяцы, возможно. Ну, а от завершающего? Вишнёвый? С любовью, да? Татьяна, вам с вишнёвым завершим. Веники чередуются, то есть пар я гоняю, да, в основном дубовыми веничками, укладываю пар на человека, так как при подаче пара наверху образуется пирог из пара. Его нужно аккуратненько и равномерно распределить на человека, чтобы не обжечь его и чтобы он ощутил себя, как в перине. Но это, у меня был один такой из отзывов. Ну, это уже мастер-класс, да? Да, это уже пилотаж, что называется. Когда я парил человека, и вот он как раз ощутил такое чувство, что он в облаке, в каком-то перине. Вот, ну, улёт такой. Это верх мастерства, вот к этому и стремимся, в принципе, да? Ну, да. А есть, например, вот женский веник, мужской веник? Ну, женский веник и мужской веник, они как по названию, можно так сказать. Берёза. Да, берёза. Берёза, женское дерево, гармонизирует. Дуб, дуб, конечно. Он уже больше для духа, да, для выстраивания. Когда-нибудь вот человек, который тут с острым словецом сидит рядом с тобой, Олег Коев, его пришлось так попарить хорошенько, все свои эмоции, чувства выразить, когда доставался. Мы же сейчас уже свой балный клуб внутренний, да, это наши друзья. То есть мы уже ездим регулярно, паримся, и, соответственно, Илья прошёлся по мне. Всё, то есть ощущения, оно проверенное. Всё, рука мастера, она чувствуется. Ну, ты куда улетал, на какое небо? Ну, вы знаете, скажем так, там мы уделяли внимание нашим друзьям больше, мы с Ильё ещё попрактикуем. Так что там больше внимания друзьям, они были в восторге. И сейчас уже семьями ездят, то есть у нас уже банные клубы такие семейные организовываются. Ну, всё-таки мы возвращаемся к этому событию, 21-22 ноября, когда, как это у нас правильно называется, банный тренинг, да? Да, банный тренинг. Известного профессионального банщика Ивана Бояринца. Вот я уже, вот видите, вот уже всё прониклась, запомнила. Да, уже на самом деле. Там такие секреты, вот это всё будет вот, да, вот рассказываться именно так? Да, там будут и секреты. Или там для профи больше разговоры? Там от любителя, то есть я пришёл туда вообще, как бы, можно сказать, никогда не держал веник в руках, насколько тогда я понял это. Хотя считал себя как бы любителем. И за этот короткий промежуток времени, да, вот за два дня, которые я прошёл у него семинар, тренинг, так можно сказать, я по-другому посмотрел не только на баню, да, но и на образ жизни и как бы... Ну, тренинг два дня проходит. Это вот один человек два дня там и всё это вот учится или как это смена, сеансы. Учится, парится, всё как положено. Да, получается, проходит всё это в таком формате, что первое время, получается, первый промежуток, ну, полдня до обеда, застолье, ну, теория, он рассказывает... Хорошо, начиная четыре дня. За чаем, за чаем. Умеренное обедание. Знакомство, чтобы все между собой смогли познакомиться, раскрыться, да, как бы и психолог же всё-таки. Но в любом случае теоретический материал, как, что, да, даётся, а потом уже... Да, теоретический материал, а после чего, там, во второй половине дня, ну, первого, идётся в баню и уже начинают практики какие-то определённые, да, и обряд, возможно, Иван Бояринцев покажет, как бы, это загадка, что он будет показывать конкретно. Но тренинг называется «Наука и магия русской бани». Так загадочно, да. То есть и научный подход, и ещё и волшебный, так что. Ребят, сразу я, знаете, а тут тоже практически хочу сразу подойти. Вот есть тех, у кого уже проснулось желание попробовать, как действовать лучше, записаться по телефону. Записаться по телефону, да. Ну, в группе ещё у нас, группа ВКонтакте, да. ВКонтакте, мы сразу адресуем, да, набираем Шиховские бани, здоровительный комплекс. Шиховские бани, мимо этого, то есть группа самого тренинга, это «Стань мастером русской бани». Ну, короче, ныряйте в интернет, записывайтесь, всё в порядке, да? В ВКонтакте всё будет. У меня, кстати, вот сразу, давайте ещё ответим на вопросы, которые поступили, они тоже связаны с бани. Вот тут же у нас два профессионала сидят. Во-первых, вот на выбор веника вы ответили. Вот вопрос такой поступил, вот мужчина звонил, представился Николаем. Вот при какой всё-таки температуре париться рекомендуется? Некоторые там гонят за 100 градусов и выше, а вот... На самом деле у каждого человека свой температурный режим. То есть у меня вот маленькая дочка, да, вот ей 6 месяцев, и я уже её парю в бане. Естественно, у неё свой температурный режим. То есть где-то порядка 40 градусов. Ну, уже когда банька так подвыстудилась, я прихожу с ней и её пропарю. Ей очень нравится бань. То есть комфортность и доверие в первую очередь. Ну, главное, слушайте свой организм, вот я так поняла. Да, внутренний наблюдатель, если говорит где-то что-то, что некомфортно, или где-то что-то болит или беспокоит, то лучше, как бы, конечно, воздержаться от некоторых... Перегревов. Перегревов, да. Ещё один был вопрос. Есть какие-то такие очень важные правила подготовки к бане? Да, подготовка к бане, конечно, присутствует. Это в первую очередь питание человека и состояние. То есть зачем человек в первую очередь идёт в баню? То есть задаётся такой вопрос, для чего ты идёшь в баню? Если человек идёт туда помыться, если человек идёт сбросить стресс, то, естественно, ему нужно перед баней подготовиться. То есть в первую очередь оставить все свои дела и зайти туда, и именно быть здесь и сейчас. Не спешить, наслаждаться. Так оно? Всё хорошо. Но особых секретов нет. Наверное, всё-таки наголодный желудок. Никакой там... Не обязательно наголодный, просто, скажем так, лёгкая еда за два дня. То есть не награды тяжёлого. Ну, в общем-то, всё очень попросту, да? В принципе, ничего тут такого нет. Да, кушать можно. И ещё вот этот вопрос, честно говоря, от меня. Я скажу, я к вам собиралась в баню, но простыла, подхватила насморк. Ну, знаете, что такие перепады. Погода, температура где-то так, 37... Не успели в баню. 37, простыла. Понялась, да, и вот я думаю, как раз, ну, у нас возникла спорная ситуация. Идти или не идти, мне говорят, категорически нет. Когда простуды, вот у меня просто знакомый, приятельница, доктор. При температуре, как бы, нежелательно ходить в баню. Ну, вообще, можно сказать, запрещено ходить в баню, так как организм и так имеет процесс очищения, да, нагревается, и тем самым он не... Ну, ты считаешь, наоборот прогреться, выгонишь там все эти кашли, там все эти насморки. Это если присутствует кашель, насморк, но без температуры. А вот так, да? Если температура есть, то лучше воздержаться от посещения. Не стоит давать дополнительную нагрузку организму. Он и так сам себя парит, можно сказать, изнутри. Ну, ещё последний вопрос, который поступил. Ну, женщины же, знаете, у нас помешаны на диетах, на красивых фигурах, хотя от мужчин это нравится, да? Это очень хорошо. Баня в борьбе с лишними килограммами, это вот мощный инструмент? Очень мощный инструмент, так как с баней выходит больше 75 компонентов, которые зашлаковывают наш организм. То есть она очищает поры и тем самым заставляет дышать, и обмен веществ увеличивается, естественно. А как часто, например, рекомендуется любитель бани? Потому что ванная не сравнится ни в первую очередь с баней. Это сто процентов, что и говорится. Так что, для стройной фигуры, ваня, да? Да, и для стресса, чтобы не было у девушки лишних стрессов, то есть два раза в неделю ей желательно прогреваться, чтобы у неё внутренние органы находились на своих местах. Вставали девушки на весы? Сколько там теряется килограмм? Нет, такой эксперимент мы не запускали, то есть всё же это закладывается в бане, да? Если человек приходит туда, да, я как банный мастер задаю образ внутренним состоянием, после чего это всё переводится в жизнь и в протяжении это всё обращается. Ну и всё-таки, опять же, возвращаясь к этому числу 21-22 ноября, банный тренинг для и любителей, и для профессионалов в банке. Уже желающих много? Кировчане насколько активно откликнулись? Желающих уже на самом деле очень много, и уже осталось всего там пару свободных мест, потому что когда ограничено время, и надо спешить, успевать записываться. Вся информация в группе размещается, сколько мест осталось, сколько уже людей записалось. Вот у меня всё-таки при сегодняшнем разговоре заинтриговали некоторые моменты. Вот банное здраво, да, вот часто звучит банное здраво, банное здоровье. Как-то ёмко вы можете передать, например, Илья, что это такое? Ну, банное здраво, банные латки, банное здраво. Латки. Латки, это на самом деле как спа-программа такая, можно сказать, вот мы перевели в таком языке. Славянская спа, латка. То есть, ну, можно сравнить это. Так. Хотя, как бы не... Всё, я проникнусь, записала, буду понимать. Ну, это, скажем так, когда приводится в лат, и тело, и душа, и дух. Вот это латка, когда в едином ключе всё это делается. Ну, просто и понятно. Реплика. Да. Тренер состояния. Мы всегда по делу. Идём дальше, да, вот уже. Да, хотелось бы ещё немного рассказать о банном комплексе Шихова, так как мы запустили уже его. Вот, и проводим там общественные дни. В среду у нас проводится женский день. Это с трёх часов до десяти часов вечера. Вот стоимость одного билета, ну, и в женский, и в мужской день 220 рублей. Пенсионерам у нас присутствуют скидки. Вот, это 180 рублей при предъявлении пенсионного билета. А мужской день у нас проходит в воскресенье. Каждое воскресенье, каждой недели, каждого месяца у нас проходит мужской день. Это с трёх часов. Тоже до десяти вечера? До десяти вечера. Это проходит в таком формате, что у нас подготовливаются две парные, и одна на дровах, другая каменная получается, электро. Так, всё это запускается? Это всё запускается, получается, и уже мужчины в свободном доступе, то есть кто хочет в электрокаминах сидеть, то есть они сидят там. Кто хочет на дровах посидеть, они сидят там. Также у нас присутствует там бассейн и купель. Это всё даётся под общественную пользу. Мне очень понравилась фраза «мужчины в свободном доступе». Девчонки, среда женский день. Чеховский комплекс будет вне конкуренции. Ну, буквально последние минуты эфира. Вот, ну, будет состоиться тренинг, да, вот этот балл? Дальше ещё какие-то планы есть грандиозные? Да, мы также в дальнейшем собираемся, уже сейчас организовали школу мастеров, тоже можно найти в контакте ссылки. Там же работает, да, на Шиховском комплексе? Что ищем-то? Школу мастеров? Да, школу мастеров 43. Школу мастеров, да, школу мастеров 43. 43 мастера набираем. Всё верно, и там будут проводиться мастер-классы различные, то есть, и там будет уже рассказываться в группе, какие мастер-классы люди, желающие заняться своим саморазвитием, знанием, то есть, обращайтесь к ним. Заходите, заходите туда. А, кстати, планировали Дни здоровья? Было дело такое? Да, да, всё, мы уже начинаем. Значит, в начале декабря мы начинаем в Кире старт общегородских Дней здоровья, это, ориентируясь на 11 декабря, мы сейчас ещё дату уточняем. Всё, это, причём, инициатор у нас Кировский клинический центр, то есть, медицинская отрасль, мы сейчас с ними как раз проводим профилактику здорового жизни, так что мы всех желающих... Союзники собираются немножко так сплачивать. Да, да, и мы сейчас вот определяемся с площадкой, скорее всего, наши партнёры в рамках ассоциации Клуба здоровья и успешных, Стадион Прогресс, так что мы ещё дадим точную информацию, ориентировочно, 11 декабря, начинаем Дни здоровья регулярные. В общем, народ, не планируйте на этот день какие-то большие дела, большие три дела, а здесь здоровье планируйте, я к этому плану. Так что, да, скорее всего, это в семейном формате, то есть, мы и для детишек сделаем, то есть, это, на самом деле, мы вспоминаем старые традиции. Папа, мама, я счастливая семья, здоровая семья, так что всех оздоравливаем. Приятнейший эфир, запах дубового веника, желание пойти в баню, мы, наверное, традиционно закончим, это уже, да, вот наш эфир словами, идите в баню. Будьте здоровы, живите богатые. И этого вам желают Олег Коев, Илья Льванов, и я, Татьяна Ситникова. До новых встреч. До свидания.